Всем привет! Меня зовут Геннадий, основатель компании SkyChain. Сегодня у нас очень интересное мероприятие. Мы будем сравнивать искусственный интеллект для медицинской диагностики с живыми врачами. Сегодня к нам присоединились одни из лучших врачей Москвы в своих областях по диагностике. И, соответственно, искусственный интеллект на основании нашей платформы SkyChain, обученной на большом количестве данных, будет также производить аналогичную диагностику. Здесь мы будем видеть результаты, количество ложноположительных, ложноотрицательных результатов по каждому анализу и посмотрим, что у нас получится. Пока идет конкурс, мы видим, что обучаются уже новые нейронные сети. И достаточно скоро у нас уже будут дополнительные модули для диагностики. Вот здесь результаты. Здесь ложноположительные, ложноотрицательные результаты. Похожие результаты у людей систем на основе искусственного интеллекта. Видно, что технология работает. Большое спасибо за участие. Хотелось бы в двух словах ваше мнение услышать. Насколько полезно? Имеет ли потенциал? На мой взгляд, потенциал имеет. Как минимум, подобные исследования, особенно с участием искусственного интеллекта, это как минимум вспомогательное обеспечение. Скорее всего, при достаточном со временем развитии, это и большее применение. В чем возможная помощь человеку, если как врачу? Альтернативное мнение. Программа выдает какое-то решение, которое может обратить внимание врача на какое-то, например, ЭКГ, если мы про это говорим, или на какое-то исследование. Более пристально посмотреть и, возможно, вынести другое решение. Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за проведенную вами работу, за конкурс. Ваши разработки очень актуальны. Они прежде всего будут полезны для скринингового исследования. Особенно в день проведения Дня меланомы, когда обследуют очень большие контингенты. Компьютер с помощью нейронных сетей в доле секунды определяет патологию, в отличие от врача-специалиста. В чем недоработки могут быть системы? Прежде всего, в сомнительных случаях, когда диагноз можно трактовать двояко. При этом я бы посоветовал использовать дополнительные данные в виде анамнеза, жалоб и динамики заболевания. Конкурс, по-моему, получился достаточно интересным. Как мы видим, что модель была обучена хорошо, были использованы довольно весомые датасеты. Это несколько тысяч фотографий под каждую патологию. В целом, виден хороший результат. В пользу врачей могу сказать, что не все так просто. И надо понимать, что пока искусственный интеллект определяет патологии на идеализированных условиях. Возможно, в будущем врачи получат прекрасный инструмент, который позволит им значительно меньше ошибаться. Также, наверное, добавлю, что не стоит никому бояться. Нейросети не лишат людей работы в этой области, так как, во-первых, нельзя доверять компьютеру финальную постановку диагноза. А во-вторых, как я говорил, не все так просто. Поэтому надеемся, что как раз совместные усилия позволят помочь значительно большему количеству людей. Хотел бы также рассказать о нашем проекте SkyChain. Мы делаем инфраструктуру, в которой будут сосуществовать все ключевые участники рынка искусственного интеллекта в медицине. Поставщики больших данных, которые необходимы для обучения искусственного интеллекта. Разработчики, независимые в большом количестве, которые будут создавать модули искусственного интеллекта на основании данных. И потребители. За счет того, что мы безопасно организуем сотрудничество всех участников, разработчики искусственного интеллекта не будут покупать медицинские big data, дата-сеты, а будут их получать бесплатно для обучения своих нейросетей. А обученные нейросети останутся в скайчейне, уже доступные для конечного потребителя. И потребитель, конечный врач, будет видеть большой выбор модулей искусственного интеллекта, может их ранжировать, осуществлять поиск и выбирать наиболее подходящий для его задач модуль. Собственно, вот это основная идея нашего проекта.